МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие зрители, всех вас сердечно приветствую. Свет нашего православного маяка вашему дому. Приближается начало Петровского поста. Он же называется еще апостольским. По случаю приготовления нашего к великому празднику святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Он зависит напрямую от Пасхи. И, соответственно, в каждом году начинается в разное время. В нынешнем году пост начнется 20 июня и продлится до... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Духовного делу не надо и помышлять о том, чтобы просвещаться глубиною благодатию Святого Писания. То есть изучать Священное Писание и наставить себя самого быть собственным миссионером своего жизненного пути. То есть стать в первую очередь миссионером для самого себя, чтобы просветить душу свою, сердце и постом, и молитвой, и, конечно, чтением Священного Писания. И уже когда сердце наполнится этой благодатью, пищей этой духовной, то уже уста провозгласят славу Божию во всех сверх нашей жизни. Где мы будем выходить? На улице или на работе? Везде мы будем святоносными и проповедниками Святого Евангелия. Чтения нынешние были юбилейными, тридцатыми. Очень серьезный форум с очень такой высокой планкой. Все руководители отделов нашей епархии были на чтениях. Казачья секция включала в себя множество диалог клубов, разных лекториев и других направлений. Если говорить о воспитании казачат, сейчас мы наблюдаем лишь атрофированное подобие казачьего воспитания с необоснованно сильным кремом в фольклор. Нового пока предложить не готовы. Нового я имею в виду специфически казачьего, не похожего на то, что современный подросток найдет в любом военно-патриотическом клубе. Какие высокие цели мы ставим перед ними, перед казачатами? Что красивое, возвышенное, дух захватывающее появится в жизни казачонка, когда он станет казаком? Если станет. Казачество не рассматривается как уникальная сила, способная на уникальные свершения, как следствие отчуждения оного на периферию общественной жизни. Отсюда странная картина использования казачьих соединений не по назначению. Помощь полицейским нарядам, помощь наркоконтролю, помощь рыбнадзору, помощь МЧС, расчистка завалов после наводнений и прочих стихийных бесов. Эти докладчиками были не только священники, не только духовники, войсковые, а были докладчики... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Мотивировали своими идеями, а мы их, в свою очередь, тоже мотивировали. Каждая воскресная школа на своем приходе создает свой гимн, флаг и эмблему. Кинопедагогика у нас начала развиваться в приходах. Музыкальные занятия интересные стали, как мы ведем, в каком количестве. То есть мы тоже делились с людьми. Очень много было информации, очень было много интересных докладчиков, которые понадобятся мне дальше, в дальнейшей моей педагогической деятельности в приходе. Учреждение в Сочинской епархии, работа всех направлений на приходах стала более интенсивной, стала более системной. Было время, когда колокольного звона в нашей стране не было многие десятилетия. С 30-х годов прошлого века христианская Россия онемела. У церквей отняли молитву в бронзе – колокольные звоны. И только к тысячелетию крещения Руси колокольный звон ожил. Звоны 21 века – связующая нить между прошлым, будущим и настоящим. Это язык земли, сохранивший веру православную. Около 50 звонарей собрались на открытой площадке пансионата Шипси, что в Туапсинском районе. Есть призвание у людей – это звонить в колоколах. Мне хотелось бы пожелать всем участникам сегодняшнего фестиваля выразить всю свою внутреннюю веру, любовь к Богу, к церкви, к людям, в том деле, которым вы занимаетесь. Приветствие участникам направил правящий архиерей епископ Сочинский и Туапсинский Герман. Колокольный звон – один из символов России. Благовест был и остается живой проповедью христианства, свидетельством духовной красоты, святого православия. Колокольный звон радует сердце человека, будет его совесть, призывает к покаянии и молитве. Колокольный звон, рожденный в сердце звонаря, наполненный любовью живого человека, проникает в душу каждого и летит, возносит ее к небу. Пусть по молитвам святителя Павлина Милостивого, епископа Ноланского, небесного покровителя звонарей, каждый участник фестиваля рождает колокольные переливы, душевные улыбки и сердечную радость. Мы воспитаны с детства в православии. Мне нужно хотя бы раз в неделю попасть в храм, помолиться, позвонить, попеть на хоре, и у меня все налаживается просто прекрасно. Самое трудное было сделать так, чтобы одна рука, она все время двигается, а левая не подставилась под нее, чтобы она отдельно от нее жила. Вот, чтобы можно было играть разные переливы и трезвоны. Когда ты начинаешь звонить, ты чувствуешь себя где-то не на земле, ты уже чувствуешь такую радость в душе. Я на колокольне поднимаюсь и начинаю звонить, я могу с плохим настроением подняться, становится очень здорово и классно. Настроение меняется кардинально. Я понимаю, что мир изменился, я как будто проснулся и новым взглядом, очень свежим смотрю вокруг. Эмоции – наши награды. Мы живем эмоциями, мы живем чувствами. А что может быть высшей наградой? Наряду с колокольными перезвонами на фестивале можно было услышать инструментальную и вокальную музыку, приветствовать хореографические композиции. Зрители, не скрывая своих эмоций, с восторгом дарили аплодисменты и звонарям, и артистам. Каждый человек – это, знаете, отдельный мир. Если это сердце, доброе, хорошее сердце христианина, оно соединено с Создателем, то вот когда мы слышим вот это вот соединение нашего сердечка и Господа, да, и в молитве, и в том же колокольном звоне, это такая радость. Просто это живое общение с Богом через вот такое удивительное искусство. Пашенька, мы не зря приехали сюда, да? Я согласен. Что может быть лучше живого общения? Проблема есть электронных звонов. Ну, сможет ли через электронные звуки передать человек свое сердце, свою душу? Это вопрос. Поэтому хотелось бы, чтобы, наверное, мы оставались на той ступеньке, которая нас приближает к Богу. То есть это живое общение. Давайте пускай она останется живым, не искусственным. Каким бы мастером ни был звонарь, для него фестиваль – это всегда знакомство с неизвестными доселе традициями колокольной музыки. Это открытие новых талантов и общение родственных душ. Современное человечество живет в визуальной эпохе, очень часто в корне, меняющей базовые социальные установки. Множество людей включено в жизнь информационного общества. Зрительный образ – самый яркий и запоминающийся. Выразительный язык киноискусства, доходчив всякой душе, в особенности детской. Поэтому очень важно то, что произносится этим языком. По благословению епископа в нашем кинотеатре Сочи проводятся такие благотворительные показы художественных документальных фильмов на православную тематику. Если это художественный фильм, то он имеет глубокое нравственное содержание и учит не только детей, но и взрослых тем основам нашей жизни, основам добродетельной жизни, которые делают нас людьми на самом деле. «Пеликан» – фильм, прежде всего, о любви, о детской любви, о чистой любви. На одном дыхании промчалось время кинопоказа фильма Эмира Кустурица «Пеликан». А рано повзрослевшим мальчике, который помог своему отцу после смерти жены вновь обрести смысл жизни. Когда мы выбирали этот фильм, мы ориентировались на взрослую аудиторию. Но я смотрю, очень много детишек сегодня пришли. Есть такая книжка, называется «Быть или казаться». То есть человек живет на самом деле, как он есть, со своими недостатками, достоинствами. Или он играет какую-то роль, притворяется, пытается быть некоторым идеальным. Вот мы посмотрели с вами фильм про маленькую деревушку на греческом острове, где каждый был как на ладони перед другими. То есть кто-то был немножко жадный, кто-то был немножко грубый, может быть, даже, да. Кто-то приврать любил, обмануть. Но все были, какие они есть на самом деле. Кто-то, будучи даже священником, монахом, увлекался спортом, да, там, болельщиком был тем не менее. То есть все были настоящие. И вот один из главных героев, отец мальчика, был когда-то тоже очень счастливым человеком, любил свою жену, у них все было хорошо, и он был другим, да. Он даже был другим не только со своим сыном, но и с теми людьми, которые жили на острове. То есть все знали его как человек очень приветливого, доброжелательного, потому что у него все было хорошо. У него была жена, была вот эта вот любовь, которая, как сам мальчик сказал, да, невероятная история любви, любви бесконечной. Отец очень сильно изменился. Он как будто бы потерял способность любить. Фильм хороший. Больше впечатлений у меня произвел он на название. Мальчик не был таким равнодушным. Ну, обменял золотой крестик на американские. Продать крестик за птицу, для меня это было бы просто сверху. Даже то самое, как я брал котенка. Главное для меня, что папа и сын там есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова